Продолжим информационный час. Смотрите сегодня в выпуске. В североказахстанской области автолюбители бьют тревогу. В регионе резко подорожал газ. Как власти намерены решать этот вопрос? Газ подорожал и очень сильно. Непонятно почему, только с чем связано это. Уполномоченная по правам ребенка взяла на контроль дело о насилии над подростком в Туркестанской области. Оружан Саин заявила, что будет наблюдать за ходом расследования до принятия окончательного решения. Шокирующее преступление было совершено в мае этого года в селе Жанатурмыс. По словам родных жертвы, девочку-подростка изнасиловали 17 мужчин. Новые подробности жуткой истории в материале Айданы Нураш. В тот роковой день, по словам потерпевшей, она отправилась на рынок за платьем. Готовилась к выпускному. На обратном пути решила поехать на такси. Но в какой-то момент водитель свернул с маршрута. После, вспоминает девочка, очнулась на берегу реки без одежды. Сначала изнасиловали у реки, потом отвезли в какой-то дом. Туда приехали другие парни. Они тоже меня насиловали. Постоянно кому-то звонили. Говорили, мол, здесь девушка есть, приходи. Мужчины приходили, делали дело и уходили. Постоянно били меня и говорили, что если буду кричать и сопротивляться, меня в реку выбросят. Такие издевательства, говорит потерпевшая, терпела несколько дней. В это время ее родные уже забили тревогу. А когда поняли, что произошло, обратились в полицию. Но спустя некоторое время мать жертвы решила забрать заявление, поскольку ей предложили крупную сумму денег. Но выдали только часть, которые были потрачены на лечение девочки. Оставшиеся средства семья подростка якобы так и не получила. Поэтому мать решила снова написать заявление. Полицейский мне говорит, чего тебе надо, ты же получила от них деньги. Ходи теперь и помалкивай. Мне кажется, они сами брали деньги. После того ужаса, по словам матери, ее дочь до сих пор не может прийти в себя. Она уже несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Эта нашумевшая история не осталась без внимания казахстанского омбудсмена. Сейчас уполномоченный по правам ребенка находится на постоянном контакте с матерью потерпевшей девочки и оказывает семье юридическую консультацию. Сейчас мама напишет обращение. Мы, соответственно, отработаем по нему и с департаментом полиции региона, и с Министерством внутренних дел. И с органами прокуратуры, как надзорного органа. И дальше будем сопровождать это дело до момента, пока не будет принято уже решение. На особом контроле дело о групповом изнасиловании находится и в региональном департаменте полиции. В данное время досудебное расследование проводит следственное управление департамента полиции Туркестанской области. Назначен ряд экспертиз. По результатам будет принято законное процессуальное решение. В департаменте подтвердили, что уголовное дело ранее возбуждалось, но было закрыто, так как некоторые экспертизы провести было невозможно из-за отсутствия улик. А пока проводятся расследования, предполагаемые насильники, скорее всего, ходят на свободе. Айдана Нураш, телеканал Алматы, Туркестанская область. В Алматы конфликт между молодыми людьми едва не обернулся трагедией. Инцидент произошел в микрорайоне Акбулак. По данным пресс-службы департамента полиции, трое молодых людей забрались на чужую автомашину и стали прыгать. Когда им сделали замечание, достали ножи. В итоге конфликт перерос в драку и поножовщину. Сколько человек пострадали, не сообщается. Мы с друзьями стояли и разговаривали возле кафе. Моя машина стояла тут. Потом мы увидели троих парней. Один из них залез на машину и начал прыгать. Такой реакции мы не ожидали. Хулиганов полицейские вычислили и задержали по горячим следам. Одним из них оказался 19-летний парень, ранее судимый за тяжкое преступление. Злоумышленник был сильно пьян. При осмотре места преступления стражи порядка обнаружили три ножа и приобщили их. К материалам дела. Нет, у меня нет к ним никакого отношения. И я к ним не бежал с ножом. Ничего такого не было. Официальных извинений от алматинских полицейских и компенсации за моральный вред требует автор скандального видеоролика. По словам Айдара Аманжулова, стражи порядка повредили не только его авто, но и мобильный телефон. Ранее видео с конфликтом водителя и сотрудников полиции, размещенное в соцсетях, вызвало волну возмущения интернет-пользователей. Что теперь грозит участникам словесной перепалки, расскажет Ануар Амангельдинов. Вызывайте наряд. Какой наряд? А? Не екаешь, что ты екаешь? Чего екаешь? Обычный поход за автозапчастями обернулся для Айдара Аманжулова конфликтом с полицейскими. По его словам, после ДТП между сторонами произошла словесная перепалка. Инспекторы даже предложили мужчине поговорить в другом месте и по понятиям. В дальнейшем они отобрали мой телефон, скрутили руки, посадили в Ниву и увезли там среди каких-то контейнеров. Ну, вы уже разговор знаете, был очень на жестких тонах. Айдар также рассказал, что отбирая телефон, полицейские повредили гаджет. Дальнейшую съемку в патрульном авто мужчина вел на второй смартфон. Теперь за порчу имущества потерпевший требует компенсации и официальные извинения от блюстителей порядка. Они должны нас защищать. Живем все-таки в правовом государстве, а не пугать нас. Такими своими они замашками, мне кажется, таким своим поведением раз на раз, давая форму сниму. Этим реально запугивают, кажется. Мне лично мое, сугубо лично мое мнение, народ запугивает этим. После того, как видео распространили в соцсетях, полиции провели служебную проверку и дали оценку действиям полицейских. Департамент полиции города Алматы информирует, что по данному факту управлением собственной безопасности проведена служебная проверка 30 октября текущего года решением дисциплинарной комиссии участковый инспектор за грубость действия дискредитирующего органа внутренних дел уволен из ОВД. Вместе с тем полиции сообщили, что ряд руководителей уволенного сотрудника получили дисциплинарные взыскания. А вот о том, будет ли приняты какие-либо меры в отношении его напарника, в департаменте полиции решили умолчать. При этом в департаменте сообщили, официальных извинений автору видеоролика никто приносить не будет. А вот касательно компенсации, то там посоветовали потерпевшему обратиться в органы внутренних дел с заявлением на своего обидчика. Ануар Роман Гильдинов, Сагангалим Мунайпасов, телеканал Алматы. В Петропавловске резко подорожал газ. За месяц цена на голубое топливо выросла с 75 до 110 тенге. Сейчас литр автогаза горожане покупают по 130 тенге. В чем причина такого скачка цен, узнавала Рамина Мирзалимова. Местный житель Николай Пипко заправляет свою машину только газом. На голубое топливо перешел несколько лет назад. Хотел сэкономить. Вот только газ прибавил в цене аж на 50 тенге. Теперь недовольный водитель собирается снова перейти на бензин. Газ подорожал и очень сильно. Непонятно почему только и с чем связано это. В дальнейшем, наверное, я думаю, если будет так же расти, то тогда поползет и все, соответственно. Так же будет расти и бензин. Сейчас я понимаю то, что на газу невыгодно ездить становится. Я был в Астане 4 дня назад, в 80 тенге заправлял его. По дорожаниям газа недовольные другие автолюбители. Михаил Филиппов объехал все станции, но дешевле так и не нашел. По его словам, цена на топливо в городе выше, чем в других регионах. Мужчина боится, что скоро цена на газ равняется со стоимостью бензина. Что толку? Все дорожает. Все равно как заправлялись, так и будем заправляться. Так ведь? По-любому же будем заправляться. Не поедешь же с пустым баком домой. Ну как, конечно, когда был по 90, там по 100 тенге, это еще более-менее. А сейчас уже подросла цена. Бьет? А что теперь? Выхода другого я не вижу. Выяснилось, что местные власти давно в курсе происходящего. Чиновники объясняют, что автогаз они закупают по завышенной цене через электронные торговые площадки. Вот и приходится продавать топливо подороже, чтобы покрыть убытки. Служающая организация наша за последние торги закупились по 140-130 тысяч тенге за тонну. Поэтому, чтобы покрыть свой дефицит, покрыть свои расходы, цена уже варьируется от 120-130 тенге. На электронной торговой площадке через аукцион цены всегда плавают. В областном управлении энергетики отмечают, выход газа в свободное плавание привел к нестабильности цен. Только за ноябрь Минэнерго поставила в регион 1700 тонн газа. Возник дефицит, и газовым станциям пришлось дополнительно закупить голубое топливо. Когда стабилизируется стоимость, неизвестно. Впрочем, в целом жители используют 5000 тонн газа в месяц. Рамина Мирзалимова, Алина Нуртазина, телеканал Алматы, Североказахстанская область. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Алматы сегодня открыли бюст-памятник в честь известного ученого-лингвиста Нуртаса Ондасынова. Мемориал расположен на территории Академии наук. В мероприятии приняли участие аким города Бакаджан Сагентаев, видные деятели страны и представители творческой интеллигенции. Еще до обретения нашей страны независимости Нуртас Ондасынов возглавлял правительство. При нем были открыты женский педагогический институт, национальная консерватория, институт физической культуры, а также институт иностранных языков. Нуртас Ата внес большой вклад в развитие нашей страны. В молодом возрасте он возглавлял правительство. Даже когда он вышел на пенсию, он не сидел без дела. Дедушка занимался наукой. Я хочу поблагодарить всех за открытие такого памятника. При жизни Нуртас Ондасынов был награжден различными орденами, почетными грамотами и медалями. А выйдя на пенсию, ученый составил первый в то время научный арабско-казахский толковый словарь и персидско-казахский словарь. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Воспитал двоих детей. Его первые решения были связаны с наукой и образованием. Этот человек настоящий пример для подражания. Он был спокойным, дисциплинирован, был близок к народу. Про него снято два документальных фильма. 20 воспитанникам детского дома «Женуя» вручены комплекты зимней одежды от представителей спортивного клуба «Сагадат Бадыр». Вместе с тем мальчики и девушки получили возможность тренироваться на бесплатной основе. Благотворительная акция приводится при поддержке Акимата города Алматы под эгидой 30-летия независимости. Участие в мероприятии принял заместитель Акима Ержан Бавукумаров, а также ряд общественных деятелей страны. В целях развития массового спорта среди детей спортивный клуб приглашает в свои ряды ребятишек от 7 до 13 лет. Тренировки для них будут проводиться на бесплатной основе. В клубе тренируются более 200 спортсменов. При спортивной организации открыт общественный фонд «Бахат Табулашаха», в рамках которого проводят бесплатные занятия для детей из социально уязвимых слоев населения и благотворительные акции. На сегодня свыше 243 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет занимаются спортом. В мегаполисе функционируют 3400 объектов различной формы собственности. Вирусологи назвали смертельно опасный симптом COVID-19. На которое часто не обращают внимания. По мнению врачей, тяжесть течения заболевания изменилась в худшую сторону из-за дельта штамма. О том, какой признак коронавируса говорит об опасном состоянии пациента и как его распознать, расскажет моя коллега Дина Женобекова. Дина, так о каком смертельном симптоме идет речь? Да, Диас, в последнее время коронавирус проявляется в, казалось бы, безобидных, но в то же время смертельно опасных симптомах. Известно, что из-за дельта штамма сокращается инкубационный период, быстрее наступает пневмония. Болеть в тяжелой форме начали даже дети. По наблюдениям врачей, самое тяжелое течение COVID-19 начинается тогда, когда у человека падает температура. Это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Этим пациентам требуется индивидуальный подход. Нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них также может наблюдаться пониженное давление. Температура озноб, недомогание. А при коронавирусной инфекции характерна боль в суставах. Боль в суставах, либо снижение температуры, либо же температура не повышается 37 и выше. Вот, надо дифференцировать. Тем временем, по последним данным университета Джона Хопкинса, пандемия коронавируса унесла жизни более 5 миллионов человек. При этом, по мнению экспертов, реальная ситуация выглядит гораздо более драматично. И число людей, скончавшихся от COVID-19, может достигать 15 миллионов. Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавируса зафиксировано в США, Бразилии и Индии. Между тем, чтобы избежать новых вспышек коронавируса в Алматы, понадобится вакцинация как минимум 80% жителей. Такое мнение выразил главный санврач города Жандарбек Бекшен. По его словам, для того, чтобы снизить угрозы очередной волны коронавируса, жителям необходимо соблюдать санитарные требования и привиться от COVID-19. Напомню, что с понедельника в мегаполисе действуют требования желтой зоны. Длительность работы участников проекта «Ашек» продлена на час лидеров проекта до 3 часов ночи. Вместе с тем, при помощи приложения на прошлой неделе красный статус выявлен у 100 горожан. Преимущественно, подобные нарушения обнаруживают в ТРЦ, магазинах и на объектах общепита. «Ашек» мы внедрили уже достаточно давно, и он дает свои плоды. То, что заболеваемость мы достигли снижения, это, конечно, главное. Главное это то, что растет процент вакцинации населения. На сегодня иммунная прослойка достигла 56%. Между тем, Актюбинская область сегодня пополнила список регионов с благоприятной эпид-обстановкой. Будем надеяться, что и Алматы вскоре перейдет в зеленую зону. Конечно же, для этого нам потребуется как можно скорее добиться коллективного иммунитета и соблюдать санитарные требования. Да, Дина, будем надеяться, что ослабление карантина никак не повлияет на соблюдение алматинцами санитарных правил. Спасибо. Дина Жанабекова о ситуации с коронавирусом в стране и в мире. Более 11 тысяч казахстанцев получили образование за границей по международной стипендии «Булашак». Это программа, которая стала прорывной в нашей стране. Была инициирована и принята в далеком в 93-м году первым президентом Казахстана. С тех пор молодые люди обучаются в самых престижных вузах мира, потом, возвращаясь на родину, делятся ценным опытом. С выпускниками образовательной программы встретилась Динара Сабитова. На счету у врача Ганиту Лебергенова сотни спасенных жизней казахстанцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он говорит, что с детства мечтал носить белый халат и внести вклад в укрепление здоровья нации. В 2015 году программа «Булашак» позволила ему усовершенствовать свои навыки в Литве. За его заслуги в 2019 году он получил звание лучшего врача в городе. Можно сказать, что эта беспрецедентная в мире программа является одним из подарков независимости молодым специалистам. Это именно то, чем можно гордиться. Она открывает множество возможностей. В 2010 году Гульмира Каная, возглавляющая Казахский национальный женский педагогический университет, поступила в магистратуру в университете Уорвик в Великобритании. Также она защитила диссертацию докторантов в Кембриджском университете. В настоящее время она с удовольствием делится полученными за рубежом знаниями со своими студентами. А в этом году впервые при поддержке президента было выделено 500 грантов на прохождение научной стажировки. Я думаю, главное, что дала мне данная программа, это возможность по-разному смотреть на вещи в повседневной жизни, принимать другие решения, действовать, менять отношения с людьми в целом, а также повысить уверенность в себе как личности и связать полученные знания с имеющимся опытом. За 28 лет существования программы 11 399 казахстанцев получили образование в 300 лучших учебных заведениях в 36 странах мира. Динара Сабитова, Мурат Тайжанов, Мейрам Исабеков, телеканал Алматы. Алматы — единственный город Центральной Азии, который вошел в список самых развитых городов мира. По этим показателям южная столица сейчас на 128 месте. Итоги рейтинга опубликовал Cities in Motion. Напомнил, что на Земле существует 600 городов-миллионников, и из них лишь 174 признаны устойчивыми. Казахстанский мегаполис обошел Стамбул, Киото, Мехико и Эль-Кувейт. В основу исследования легли такие критерии, как человеческий капитал, социальная сплоченность, состояние экономики и экологическая обстановка. Алматы всегда был тренд-центром. И благодаря тому, что это город бизнеса, город деловых людей, он всегда будет кормить сам себя. Мы самые большие налогоплательщики нашей страны. То есть, не имея нефти, каких-то ресурсов, которые мы там добываем, этот город всегда будет генерировать деньги. И будет городом знаний, креативной молодежи, городом возможностей и городом предпринимателей. То есть, здесь очень много людей, которые кормят сами себя. Строительство нового теренкура в Алматы завершено почти наполовину. Он расположится вдоль реки Есентай. Об этом стало известно в ходе круглого стола с участием городских властей, экспертов и общественников. На данном участке уже обустроили тропу, укрепили берег реки и провели освещение, а также построили смотровые и детские площадки. О том, как в городе проводится развитие общественных пространств, в репортаже о Янрофе Нарикпаевой. Новый теренкур расположился на верховьях реки Есентай. Изначально эта территория напоминала непроходимые джунгли с зарослями. Но потом городские власти решили исправить ситуацию и обустроили тропу. Укрепили берег реки, провели освещение, поставили детские и смотровые площадки. При строительстве Алтабакана, к примеру, использовалось только дерево и настоящие канаты. Это экологичные материалы. Но, несмотря на это, конструкция довольно крепкая. Еще одна фишка новой прогулочной зоны – это скамейки. На отдельных участках установлены деревянные трибуны, где можно посидеть у самого края воды и полюбоваться на рощу на противоположном берегу. На сегодня тропа обустроена наполовину. Подрядчики обещают завершить строительные работы в следующем году. Впрочем, масштабная реконструкция планируется в самом сердце мегаполиса – на площади республики. Из-за чрезмерной ширины улицы Сатпаева в часы пик там образуются заторы. В первую очередь, это расширение тротуарной части, это дополнительное озеленение, это возможное сужение пространства проезжей части для того, чтобы минимизировать, получается, и ДТП, и увеличить безопасность именно как пешехода, так и, получается, водителей. Один из успешных примеров обустройства городской среды – это реконструкция территории драмтеатра музея имени Костеева и обновление легендарного фонтана «Неделька». Эти объекты образуют культурный классер, где городские власти, прежде всего, ставили акцент на сохранение архитектурного облика. Именно в Алматы мы приобрели независимость. Город планирует дальше создавать новые общественные пространства как в центральной части, так и в периферинах районах города, эффективно используя рекреационный потенциал мегаполиса. По мнению экспертов в сфере урбанистики Анель Молдахметовой, многие уже обустроенные зоны и парки остаются в неведении алматинцев. Поэтому эти объекты должны придавать широкой огласке, считает специалист. То хотелось бы больше именно освещения тех результатов, которые уже были достигнуты городской администрацией, управлением зеленой экономики, чтобы горожане в том числе могли пощупать результаты совместного, скажем так, труда. То есть, если где-то их привлекали как вопросы соучастия, то было бы здорово, что вот эти вот готовые уже проекты, они как-то были презентованы широкой общественности. Сейчас в Алматы насчитывается больше 120 скверов, 14 парков и 26 бульваров, что в очередной раз доказывает статус самого зеленого города. Айен Рафина Рикпаева, Медец Амату, телеканал Алматы. Всего доброго. До встречи.